Вопрос экологической безопасности на территории района относится к министерству, в том числе природных ресурсов и экологии. Они приезжали на прошлой неделе, на прошлой неделе была лаборатория, поэтому он готов сейчас доложить, сертифицированная лаборатория готов доложить о тех замерах, которые были сделаны. С 13 мая по 4 июня на ЕДДС Балашковского района поступило 24 обращения жителей города на неприятные запахи. Обращения поступали из различных районов города на запахи горения, сероводорода, химические запахи и другие. В связи с тем, что такой достаточно широкий спектр вопросов и установить, как конкретно предприятие осуществляет загрязнение воздуха, не предстояло возможно, мы направили запрос в специализированную озерную станцию Балаково-Саратовского гидромедцентра, по данным которой в мае месяца они зафиксировали повышенный уровень загрязняющих вещей. 30 мая среднесуточные показания по формат реки 21,6 доли проекта ПДК. По результатам всех данных, проведя анализ ситуации, министерству было принято решение, посоветовавшись в том числе и с администрацией, было принято решение о проведении замеров на зоне влияния ряда крупных предприятий города Балаково, а также в самом городе Балаково. По результатам проведены в ночь с 10.06 на 11 число специалистам министерства с переведением специализированной лаборатории проведены замеры в уровне загрязнения в городе и в зоне влияния таких предприятий, как Апатит, Северсталь, Волжский терминал. По результатам проведенных исследований лаборатория нам дала такие результаты, что по 5 точкам проведены замеры, по 2 точкам выявлено превышение по диоксидуазбуту. В том числе в зоне влияния Северстали. Тут вопрос передан в управление Роспотребнадзора для установления причин, в связи с тем, что там рядом трасса проходит, для определения того, что кто-то виноват, будет разбираться Роспотребнадзор и Роспотребнадзор совместным. И также выявлено превышение по диоксидуазбуту в городе Балаково, в районе пересечения моста Бобеды и улицы Гагарина. Ну и здесь мы как бы однозначно говорим, что это влияние автотранспорта. Анализ в настоящее время продолжается, ситуация, то есть мы все эти случаи анализируем. Вот с 5 на 6 у нас тут, у нас, вернее, в городе произошел тут, как сказать, ЧП может быть, связанное с Балаково-резинотехникой, где как бы участниками рейда выявлены сгорания и отходов на территории предприятия. Мы тоже подключились здесь, но в связи с тем, что как предприятие предпринимательного ведомства на федералы от федералов и федеральной службе по надзору всех предпринимателей пользования мы привлекли здесь управление Роспотребнадзором в Саратовской области. Также совместно с управлением Роспотребнадзором проведены надзорные действия по обращению жителей города на деятельность асфальтобетонного завода ОПИК, в ходе которых нарушений городохрана законодательно установлено не было. Сейчас продолжается анализ всех вот этих вот обращений с привязкой к районному городу с уточнением характера загрязняющих веществ для определения возможных загрязнителей. Ну, насколько вот я сейчас, мы тоже ситуацию мониторим с обращением на граждан, то есть сейчас вот за период, допустим, с 5 июня, по сегодняшний день поступил всего, по данным НТС, две жалобы на загрязнение атмосферного воздуха. По этим данным тоже мы провели анализ, то вот именно, что касается фенола, формальдегида. Крупных предприятий, у которых в выбросах содержатся данные вещества, облаков как бы нет. Единственное, что вот нам нормирование наше подсказывает, выделение вот этих вот веществ происходит при работах по укладке асфальта значительно. По характеру жалоб наибольшее количество было именно стороны жителей именно в ночное время. Это первое. Второе, на самом деле количество транспорта, который передвигается ночью, оно резко падает, поэтому по умолчанию мы могли бы оценить именно выбросы, которые могли бы быть именно в ночное время. Если ночью люди жалуются, исключить транспорт, и тогда уже понять, есть ли вообще эти выбросы со стороны промышленного сектора. Формальдегид, это газ, содержится в выбросах химических производств, строительных материалов, линолеум, толиа, рубероида, пенопласта, синтетических материалов, а также является обычной составной частью выхлопных газов автомобилей. Диоксид азота тоже является составной частью выхлопных газов автомобилей. По результатам измерений в период с 3 июня по 23 июня 2019 года были превышения продиоксиду азота, это 1,4 предельно допустимых концентраций среднесуточных показателей, и по формальдегиду 1,5. Я переописую тоже вопрос. С 3 июня подвесу докладывающих получение поддакания не было. Сейчас докладе 20 мая. К сожалению, я справку не взяла, которую готовила, но превышений не было, смотря как ее расследили, рассмотрели. Кто врет? Вы сейчас говорите, афиксируйте с трибуны, что были, и вы это фиксировали, стран с озера, по вашему характеру заманят несколько превышений, а вы третьим числаму говорите, что не было. То есть, вы мне объясните просто, может, я что-то поменял. Ну, у меня, я документов не взяла, к сожалению, нет. То есть, это хороший ответ на 550 тысяч жителей, я не взяла документов. Как это объяснить? Ну, превышений не было. Ну, на другой человек, по вашим ожиданиям. Скажите, на улице Вокзальная у вас где находится просто? На пересечении Саратовское шоссе Вокзальное. Вы не фиксируете, когда молодая гвардия еженоченно приезжает туда, и металлисты жгут сотни покрышек, я уже говорю, проверяю, вы никак не фиксируете? У нас отбор в час ночи ждут, и до 4 утра ждут. Сматривайте видеозаписи. Влада и гвардия Единая Россия. Там есть прям в паблике, до 3 ночи они мониторят, постоянно клуб дымные жители фиксируют, что в сторону Старого вокзала идет вот такой смрак. И вы никак не фиксируете данные. Может, вы просто бесполезны? У нас перекрешение выдавают, вот я вам сказала, оборформы литегида, диоксида, азота. Давайте, может, подобные... Может, там какие-то другие примеси нужно анализировать? Да, кому нужны примеси? Нам нужно из лаборатории выдвинуть и увидеть, что на вас надвигается вот такой вот чат просто. Вы возьмете, заметьте, что это такое же основание. Вопрос серьезный, касаемо с металлистами, которые на промышленной периодически устраивают такие нехорошие истории. Я думаю, что мы совместно с ОВД сделаем совместно с Роспотребнадзором совместные выезды, дабы зафиксировать подобные вещи. Ну, а станции «Озерная», конечно же, просим на улице промышленная особо обратить внимание по тем обжиганиям, которые они производят. Такие факты, к сожалению, есть на самом деле. И именно происходит все это ночью, под утро, когда все спят, они вот такие процедуры проводят. Татьяна Владимировна, я прошу, если потребуется, значит, установить там временный какой-то пост, который сможет зафиксировать превышение всех возможных загрязняющих веществ в воздухе. Ну, а мы с своей стороны комиссионно будем за этим следить. Никого не предупреждаем.